здравствуйте дорогие друзья вы на канале клёвая рыбалка меня зовут вячеслав и сегодня я хочу попробовать поехать половить карася в прошлый раз я рыбачил уже на этом месте мы поймали небольших карасиков вот хочется поймать прям ну покрупнее чуть-чуть я думаю в этом сезоне я буду у меня будет много рыбалки по карасю и я вам покажу самых больших карасей мире так скажем вот смотрите я уже наковырял червей здесь вот я заметил такую тенденцию что наш карась охотнее берет именно на место дождевого простого червя у нас есть магазинах продаются черви под названием дендробены на которые не очень хороший клёв то есть карась предпочитает вот больше местного червя он более живучий он не рвется и дольше сохраняется свежим ну и на крючке он как бы даже более подвижный и поэтому вот ковыряем червей сами тут вот на этом болоте вот где влажно червя достаточно много сейчас мы накопаем и вперед итак друзья сейчас вот приехали водоем такая вот протока сейчас у нас половодье и поэтому некоторые протоки уже затопило сегодня будем рыбачить на поплавочную удочку я не знаю что здесь есть за рыба но я знаю что здесь есть карась это точно мария здесь была ранее ловила карася и поэтому она говорит что здесь есть рыба какая рыба я не знаю но сейчас нам предстоит это узнать собственно сегодня у нас будет ужин здесь и встретим вечерочку сейчас время уже четвертый час немножко под за опоздали мы сегодня пока червей капали и так далее вот может быть еще и фидер забросим для как будет клев но я подходил к берегу рыба уже играет если поймаем какой-нибудь бель то может быть поставим на щуку заброшу фидер покрупнее туда в сторону той стороны здесь были люди уже на этой площадке до нас место видимо по всей видимости довольно популярная потому что ну люди за собой оставляют всякий мусор то так делать тоже нельзя друзья убирайте за собой обязательно если вы уже жгли костер то хотя бы как-то сжигайте что ли то мангал можно было конечно довести и выбросить до славы вот Продолжение следует... 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 попробовать на кукурузу. Но думаю, что червей должно нам хватить, потому что накопали мы их с Марией прям вот достаточно много. Так, ну вот такой садочек у нас. Посадили рыбку. Посмотрим. Так, друзья, вот маленько садочек. Сало нарезал. В общем, заметил, что очень хорошо рыба берет на сало. Вот обычный кусочек сала. Причем червя, если раздирает мелочевку, мелкие ельцы там и так далее, то сорогу, прям крупная сорога берет на сало. Прям очень крупная рыба берет. Сейчас я вам покажу, продемонстрирует. О, пошла поклевочка. Вот что? Настал? 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 А-а-а. Да. Я не знаю, что это. Это не так. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю. как ты будешь общий подсчет когда я там уже здесь находил до этого до этого я уже 10 там на лове а общей подсчетки это все равно ролик не точно не получится ну вот вот друзья вот такая рыба море чуть покрупнее вот так вот короче вечерний клев начинается червяка вверх задирает что плохо червяка короче раздирает вообще конкретно про наверх его задирает чтоб червяка вверх не задирало наверно здесь надо стопорок ставить я так думаю попробовать поставить стопорок сейчас попробую посмотрим как получится ну давайте вот желтый стопорок мне есть вот такой вот ну Что случилось? Как ты там делал? Что в этот червяк? Так? Не, сделай Не по ладошке, а по середине надо смотреть А то раздавлюже Нет? Они не раздавятся По всей площади приплюсницы просто Понятно Понятно Опа Такая плотвичка Небольшая Поставил стопорок и червяк перестал убегать Да Покажись Червяка Поставил вот такой стопорок Ага Ну это сейчас сорога клюет Сорога необычно сильно не сдергивай Вот сейчас если елец возьмет Посмотрим на ельца Потому что ельцы сильно задирают Задирают червя На леску На леску Покажись Твяк Стопорок не помог? Стопорок не помог, все равно червяк наверху, убежал на леску забегает, он уже все так уже. Половину оставляешь ты? По длине смотрю. Вот так вот. Комаров становится больше, да? Нет, комаров нет. Ну тоже ничего такая, гребешка клюет. Червяк опять наверху, как вы можете видеть. Может сало попробуем? Давай сейчас попробуем сало, ага. Потому что червяк не напасешься так и не будет. Сделал глубину побольше и рыбу побольше клюет, смотрю. Сколько метров сделал? Вот такие вот батоны. На дно положу. Ага. Ну, червя уже нет. Знаешь, что подумал? То есть, один червь, одна рыба. Да, я что подумал, надо сходить за кукурузой. Там в конце, внутри в банке, внутри в самом дне, мне кажется должна остаться хорошая кукуруза. Друзья, уже давно пользуюсь этим аккумулятором, поэтому рекомендую, друзья, Титанат. Так же он есть на самом сайте. Клевый рыбалка.рф. Цены от производителя. Вот так он работает. Просто незаменимая вещь. Там вон наш живец плавает. Поплывочка играет. Вот такая сорожушка. Сорога же это. Что случилось? Поплывочка играет. Опа! Такая вот сорога неплохая клеёт у нас сегодня весь вечер. Вот такая вот. Он и клево тахтан халлок от дуптика укроты. Стал послабее. Эх! Отвалился. Здесь уже фидер давненько стоит. Вообще тишина молчит. Не знаю. Вижу к тому вереву, пытался кинуть. Ну, так и не увидел ни одной поклевки. Не услышал. Даже червяки целые. Так, надо здесь поближе кидать к этому вереву. Сейчас попробую, где рыба клюёт на глубину. Опа! Ать! Отвалился. Ну ладно, пусть идёт. Ну шо. 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 да почти собираемся да сейчас еще в 1 или 2 поймаю так давайте проверим сколько рыбы нам удалось поймать вот такое неплохое количество рыбы нам удалось поймать я сегодня полкило килограмма два наверно точно вот такой увесец получился у нас такое количество рыбы неплохие сыроги в принципе если бы мы начали бы раньше то наверное мы поймали бы еще больше рыбы вот но сегодня тоже результат неплохой ни одна рыба не пострадала рыбалка у нас спортивная сейчас чайку попьем и домой моя любимая печка а Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok